Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем тестировать базу под макияж. И сегодня это у нас будет украинский бренд, очень бюджетный, очень дешевый, довольно распространенный. Больше всего, конечно, его можно найти на полках в магазинах Ева. Я думаю, там как-то больше всего представлен этот бренд. В общем-то, тестируем сегодня мы с вами вот такую вот малышечку. Это у нас увлажняющая база под макияж. В общем-то, что нам вкратце пишут на обратной стороне этого флакона. Так, база под макияж Gloss Collection TM-LCF. В общем-то, указано, что это увлажняющая база, что нужно ее наносить поверх вашего дневного увлажняющего крема. У меня, кстати, уже есть мой крем на лице. Обязательно, что можно наносить эту базу при помощи кисти, спонжа или просто пальчиками. Обязательно по массажным линиям и желательно не растирать и не растягивать вашу кожу. Ну, как бы это сказать, не травмировать ее. В общем-то, сегодня я хочу на одну сторону своего лица нанести эту базу, а на вторую сторону нет. И мы с вами, конечно же, возьмем довольно-таки хорошую тональную основу. У меня это Catrice. Она матовая, она довольно-таки действительно очень сильно матовая. Она немножечко подсушивает кожу. И, конечно, ее хорошо наносить на какое-то увлажняющее, хорошее средство. И если, конечно, у вас суховатая кожа, то этот тональный крем подчеркивает какие-то ваши там шелушиночки, какие-то там поры и, в общем-то, все остальное. И, конечно же, если эта база действительно хорошая, то она как бы сгладит все неровности, все сухие участки и тональный крем ляжет просто идеально. В общем-то, в обычный день эта база стоит в Еве 80 гривен или 89, примерно в таких пределах. Я купила два дня назад по акции за 59 гривен. И также я купила еще за 59 гривен точно такую же бутылочку, только вот это у нас база, а это хайлайтер. Интересный такой дизайн. Классные такие бутылочки стеклянные с пипетками. Мне нравится такой оригинальный дизайн. У меня уже есть один праймер от Lamelle, но он мне, увы, не подходит по типу кожи. Он слишком маслянистый, он слишком жирнит кожу, он подходит только для сухой кожи. Я надеюсь, что мое новое приобретение мне подойдет гораздо больше. И, кстати, этот праймер у меня уже на канале есть. Можете посмотреть и ознакомиться, что было, как, чем и почему. Ну, в общем-то, есть у меня еще от бренда MyFace вот такая вот сыропотка для лица. Тоже дизайн очень похож, как по мне, с этим. Просто здесь бутылочка больше. Кстати, объем 15 мл в нашей базе. Ну, в общем-то, давайте смотреть. Внутри обычная пипеточка стеклянная. Вытекает продукт легко, вообще без проблем. И на запах очень приятный. Прям вообще очень-очень приятно пахнет. Слегка-слегка парфюмированный такой очень легкий аромат. Он довольно-таки приятный. Текстура такая гелевая. Мне действительно эта база очень сильно напоминает увлажняющий какой-то гель. Распределяется очень легко, как какая-нибудь водичка просто-напросто. И, кстати, хочу еще сказать, забыла вам упомянуть то, что внутри есть какие-то такие золотистые, как кружочки какие-то, частички золота или что это, не знаю. Консультант мне не дал ответ на этот вопрос. И на упаковке об этом тоже ничего не сказано. В общем-то, на эту сторону я наношу нашу базу просто обычно пальчиками. Ничего такого, аккуратненько, слегка втираю. Впитывается, кстати, эта база очень легко и довольно-таки быстро. И она не оставляет какого-то жирного блеска повышенного и не жирнит кожу. Я уже пользовалась где-то дня три этой базой. Не, вру, два дня. Я купила ее два дня назад и в эти два дня я ее пользовалась. И уже, конечно, у меня сложилось какое-то впечатление об этой базе. В общем-то, в конце видео вы уже узнаете подробнее все. Кстати, наношу я ее совсем немного. Чтобы и не переборщить то, что я выдавила на руку. Я вот так вот немножечко распределила. И эти остатки все себе на лицо как бы нанесла. Больше я ничего не выдавливала. Я думаю, этого мне с головой хватит. Я уберу свои волосы и будем наносить тональный крем. Мне уже очень хочется вам показать, какой результат будет. Хочу сказать, что эти два дня я ее тестировала с разными своими матовыми тональными кремами. Чтобы видеть, на всех ли продуктах есть какой-то эффект, помогает ли эта база при использовании. То могу сказать, что действительно помогает. Ну, в общем-то, перед тем, как мы будем открывать нашу тональную основу, ее, конечно, хорошо нужно встряхнуть. И будем наносить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Ну, собственно, я закончила наносить тональный крем. Я подожду буквально 5 минут. Этот тональный крем усядется немножко на моем лице, станет матовым. И я уже вернусь к вам в более приближенном варианте. И уже вблизи все смогу вам показать и рассказать. Не переключайтесь! Ну что, мои хорошие, вот и снова я. Прошло уже где-то 5 минут. В общем-то, тональный крем уже уселся на моем лице. Давайте будем смотреть. Я взяла зеркальце поближе. В общем-то, я хочу сказать, что на обоих сторонах тональный крем довольно-таки сильно заметно. Ну, потому что я его не жалела, я его наслоила, я его так хорошенечко, много, можно сказать, нанесла. Да еще и кистью. А как мы знаем, такие очень стойкие и матовые тональные лучше наносить при помощи спонжа. Тогда покрытие более легкое и не настолько заметное на лице. В общем-то, на стороне, где есть у меня праймер, немножечко легло все, как бы так сказать, аккуратнее. Немножко кожа выглядит, как вам это сказать, более такой гладкой, что ли, более упругой. Хотя, конечно, вот здесь вот возле носа тональный крем тоже лег с какими-то нюансами, но не так сильно. В принципе, нормально. Какие-то мои расширенные поры в этой области тональный крем не подчеркнул. Это довольно-таки хорошо. В принципе, результатом именно с этой стороны я довольна. И что хочу еще сказать. Сейчас я немножечко вытру свои руки, потому что они в тональном креме. И хочу кое-что с вами проверить. Я думаю, что с помощью этой базы наш тональный крем, в принципе, не должен отпечатываться на руках. Но он немножечко, слегка-слегка, еле-еле отпечатывается. Я думаю, что это не смертельно и не страшно. С этой стороны, где нету праймера, тональный крем отпечатывается точно так же. То есть, я могу точно с уверенностью сказать, что этот праймер не дает глобального какого-то чересчур сильного увлажнения, чересчур какой-то маслянистости на лице, жирности. То есть, все примерно точно так же, как просто с тональным кремом. Но, как мы все знаем, конечно, все базы под макияж, во-первых, защищают вашу кожу от тональных кремов, от каких-то вредных составов, которые есть практически во всех тональниках. И, конечно же, база всегда улучшает качество вашего макияжа и стойкость вашего макияжа. И, в общем-то, на этой стороне, где нету у нас праймера, тональный крем немножечко сильнее заметно. Он, как бы, так сказать, особенно в районе вот здесь, где у меня есть морщинка под носом, он, как бы, кожу немножечко вроде бы как стянул и, как бы, поры подчеркнул. Сейчас я немножечко ближе вам это все постараюсь показать. Не знаю, насколько камера, конечно, это все передаст. Вот здесь вот на бровях прям получились кусочки тонального крема, которые плохо растушевались. И это довольно-таки заметно. С этой стороны, где праймер, такой беды нету. Ну, в общем-то, давайте немножечко ближе будем смотреть на мое лицо. Сторона, где есть праймер, нос. Сторона, где нету праймера, нос. Как вы видите, прям такие кусочки, поры прямо провалился. Вот здесь вот вообще видно полосы от кисти. И в этой стороне он немножечко стянул кожу. Я не знаю, насколько вам, конечно, это будет видно, но с этой стороны немножечко хуже лег тональный крем. Хотя на эту сторону, особенно на зоне прыщей, я наложила тонального крема немножечко меньше, чем на эту сторону. Но на этой стороне перекрыл, конечно, неплохо, довольно-таки хорошо. Но все-таки заметна моя беда, увы, и от нее никуда не деться. Кстати, забыла вам показать лоб. Вот эта сторона, где есть праймер. А эта сторона, где нету праймера. Я надеюсь, что вы все смогли рассмотреть. В общем-то, давайте подбивать итоги. Мне эта база, в принципе, очень даже понравилась. Я думаю, что она мне подходит. Я буду ее пользоваться, поскольку я уже пользовалась не первый день. Мне, в принципе, все понравилось, все подошло. Каких-то дискомфортных ощущений не было. Аллергической реакции тоже не было. Все довольно хорошо, комфортно. И действительно, немножечко дольше я носила тональные крема, нежели без этой базы. Стоимость у нее очень заманчивая. Нравится мне ее текстура гелеобразная. Нравится запах, упаковка. В принципе, мое впечатление осталось с большущим таким лайком, скажем так. Я думаю, что она отлично подходит для всех типов кожи. И для сухой, и для нормальной, и для комбинированной, и даже для жирной, как у меня. У меня кожа жирная. И мне, конечно, не все подходят базы, праймеры, которые довольно-таки сильно жирнят кожу. Этот праймер такого не делает. Он ничего лишнего не жирнит. Как бы все довольно хорошо. И можно даже сказать, что он немножко заменяет уходовую вашу косметику в плане там увлажняющих кремов и гелей. В общем-то, однозначно могу советовать к покупке. Я думаю, что если вы ее купите, то не пожалеете. Я, по крайней мере, не пожалела. Что хочу еще такого вам сказать. Ближайшие где-то недельку, может полторы, я добавлять видео на свой канал пока не буду. Потому что я займусь лечением своей угревой болезни. Как вы видели, у меня здесь большая такая сыпь в этих сторонах. Я хочу попробовать новое средство от прыщей. Это будет болтушка быстрого действия, скажем так, от компании Vitex. Я ее купила и с завтрашнего дня начну тестировать. Конечно, пользоваться косметикой во время лечения я категорически не буду. Поэтому, собственно, ничего пока тестировать не буду. Но, что хочу сказать. Все эти дни, пока я буду пользоваться болтушкой, я все это буду снимать на камеру. И по истечению недели, полторы, я вам, конечно же, добавлю это видео. Вы сможете увидеть, помогает это средство в борьбе с прыщами или нет. В общем-то, вот такой вот обзор вот этой малышечки у нас с вами получился. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что это видео было вам хоть немножечко, но все-таки полезным. Если это так, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Была очень рада всех вас видеть. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!